Привет, ребята! Вы находитесь на канале MyEasyFluency, где мы рассказываем об образовании в разных уголках мира, разных профессиях и опыта наших друзей и знакомых. Хочу представить мою близкую подругу Яну, с которой я познакомилась в университете Йорка, Йорк опять, и Яна училась на специальности экономика и эконометрика. Яна, вот честно, мы можем оставить за скобки, насколько ты трудолюбивая, человек, который имеет неимоверное количество целей, желаний, и который метко и верно к ним идёт. И первый к тебе такой вопрос, перед тем, как ты, после того, как ты представишься, рассказать поподробнее, какой был отправная точка в твоём выборе университета и первый такой мини-вопрос. Хорошо, спасибо большое, Ника, за такое потрясающее введение. Немножко о себе. Меня зовут Яна, я из Украины, но выросла в Молдове, и в 15 лет я сама переехала в Англию. Моя история по поводу университета, почему я и выбрала именно университет Йорка, она связана с тем, что, когда я переехала в Англию, я сначала делала A-levels. То есть, ребята, это как 9-й, 10-й, нет, вернее, 10-й, 12-й класс по нашей системе. Вот, и я делала A-level в Англии. Но, к сожалению, тогда у меня знание английского было не очень сильно хорошее, и поэтому я не наидеально сдала экзамены. То есть, чтобы попасть в топовый университет, который у меня тогда был намечен, нужно было A-star, A-star, A, а я получила A-A-B. Тоже хорошие оценки, то есть это 5-5-4. Но для топового нам нужно было 5 с плюсом, 5 с плюсом и 5. Вот, и поэтому, когда я не попала в тот университет, я начала искать другие качественные, хорошие университеты. И очень-очень-очень много выборов, в принципе, было, классных университетов по всей Великобритании. И в итоге Йорк, он зацепил, во-первых, gut feeling, интуитивный выбор это был. Это раз. А два, на чём была построена интуиция, это, во-первых, место. Место абсолютно красивое, потрясающее. И когда я потом начала говорить другим людям, что я поступила в Йорк, они такие, вау, вот тебе повезло. Я такая, ну да, чуть-чуть. Вот. А вторая часть – это состав курса. То есть я начала смотреть на модули. Из чего курс будет состоять первый, второй, третий год? Какой скиллсет я смогу развить там? Какие знания получу? И вот именно достаточно такой математический настрой, но при этом университете на экономику и эконометрику. И плюс ещё исторический настрой тоже. То есть мы изучали историю экономики. И меня вот эта вот совокупность, вот этот баланс, он очень сильно привлёк. Других университетов, к сожалению, такого не было. И вот решила поехать в Йорк. Ты знаешь, это очень интересно, насколько вот это две части информационные, да, то есть и история, и технические моменты тебя привлекло. А мне интересно, до этого у тебя были, когда ты была в школе, мысли, что ты будешь тоже изучать экономику или математику? Как тебя вот побудило к этому выбору? Может, ещё раньше ты этим занималась или когда у тебя пришло понимание, что вот эта специальность именно твоя, скажем так? Да, смотри, у меня, получается, всегда была страсть к математике. Я её до безумия очень сильно люблю, она мне интересна. И это тот предмет, который, когда я его начинаю учить или пытаться решить какую-то проблемку, задачку, то я могу пять часов бесперерывно просто над ним работать и забывать про всё остальное. То есть математика мне всегда нравилась и нравится. Почему экономика? Две части. Первая, у меня семья экономистов, мама экономистка, папа экономист. И вот такое вот семейное, ну, я слышала с самого детства, когда они постоянно экономическими терминами говорят или про бизнес постоянно говорят. И вот у меня интуитивно вот так вот сложилось, что интересна была тема. Это раз. Два, экономика в Англии, она очень сильно математическая. То есть мне очень сильно была интересна не только математика, но ещё и применение математики в реальной жизни. И поэтому я решила, что лучше всё-таки экономику я хочу делать. Вот. Но я поступила в университет, и, знаешь, были ожидания, что экономика будет математическая. Но, к сожалению, она всё равно была недостаточно математическая. Да, был этот исторический аспект, который мне до безумия сильно нравился. Но математика в самой экономике, она не была достаточно углублённой по моим личным предпочтениям. И поэтому тогда я уже добавила и эконометрику. И эконометрика, ребят, это, получается, статистика для экономики. Вот. И поэтому уже выступ выпустилась как экономика и эконометрика. Это очень интересно. То есть ты добавила этот предмет потом дальше, перейдя на связку, да, получается? Да, вот в моём университете, в нашем университете, была такая особенность, что первый год для ребят, которые учили экономику, экономику и эконометрику, экономику и финансы, экономику и счётом с чем-то, первый год он был одинаковый для всех. А второй год мы уже могли выбирать дополнительную специальность. И вот на второй год я уже такая, ладно, эконометрика. Хорошо, я поняла. А слушай, а как вообще обстоит с университетским образованием в твоей стране? Спрашиваю, потому что какая причина всё-таки переезда в Англию, да, всё-таки, ну, такой сложный шаг, особенно ещё в 15 лет, да, то есть как ты вообще это пережила, и как тебе было адаптироваться в новую культуру совершенно? Так, хорошо, тут два вопроса. Первое, как получилось так, что переехала на основе образования? А второе, как я адаптировалась? По поводу первого вопроса. Ну, у меня лично планов переехать в Англию или в другую страну, в Америку, в Швейцарию, где образование топовое, у меня никогда не было таких личных планов. Как это произошло, мне было лет 11, я плавала в бассейне, я тогда обожала плавать. И мои родители, они такие, Яна, ты любишь учиться, ты хорошо учишься, ты круглая отличница, а ты не хотела бы поехать в Англию через несколько лет? Я такая, да, хочу поехать, вот, и получается, знаете, знаешь, знаете, это натурально так получилось, сначала родители вот так вот захотели, ну, предложили мне, чтобы я поехала, и потом у меня такая была сильная позитивная реакция. И так вот получилось, что в 15 лет я переехала и начала жить в Англии. Период адаптирования был тяжёлый, но он стоил того. Почему он был тяжёлый, но он, ладно, я перефразирую, тогда он был достаточно лёгким по сравнению, что было бы, если бы я сейчас в этом возрасте переехала бы в новую страну. Когда мы маленькие, когда мне было 15 лет, очень многие реагируют, вау, в 15 лет я переехала. Но тогда это было не настолько big deal, не настолько, как перевести. Важно и как бы, ну да, даже, не знаю, big deal, хорошая английская фраза. Ну, то есть настолько важно для тебя, что травматично даже, если уж так. Да, да, вот именно. Это не было травматично. Мне было очень сильно интересно переехать. Я была в предвкушении. Потом я переехала, и процесс адаптирования, главный процесс адаптирования и проблема, которая у меня была, это произношение английского. Это выбор правильных слов, когда я хотела изъяснить свою мысль. Потому что я не сильный человек по языкам, я сильная по техническим наукам. И вот языки мне до безумия сильно даются. Но повезло, что я поступила в интернациональную школу, и все остальные ребята, они были точно такие же, на таком же уровне, как и я была. У них у всех были проблемы с английским. И вот мы все такие проблемные. Мы очень классно все сдружились. Вот это вот была огромная помощь, что были другие люди в точно такой же позиции, как и я была. Это очень интересный инсайд, как настолько такое общество эмпатии, что и я не один, получается, что создано в этих интернациональных школах. Слушай, а все-таки второй-то, получается, твой переезд был в Йорк, да? То есть ты же не жила там. И как раз-таки какое у тебя было первое впечатление об университете и о городке? Да, это очень классный вопрос, кстати, потому что он натурально так связывается с тем, что я только что сказала. То есть когда я была в интернациональной школе, все ребята были в точно такой же позиции, как и я была. Мы все были такие, которые мы не могли правильно разговаривать на английском. Я переезжаю в Йорк, и практически все британцы. Или британцы, или европейцы, или из Америки. То есть было очень-очень много ребят, которые вот так вот свободно и fluently говорили на английском языке. И был такой момент, я помню, когда моя подружка, мы сдружились, она понимающая. И тогда, вот когда я только приехала, мы жили в одной общаге. Она мне хотела что-то сказать на английском. Я первый раз не поняла. Скажу, извини, пожалуйста, можешь, пожалуйста, еще раз повторить? Она такая, повторяю. Я такая, извини, пожалуйста, я не поняла. Она третий раз повторяет, и я до сих пор не понимаю. Она такая, ладно, ха-ха-ха, смешно. Ну, конечно же, она поняла, что такая вот ситуация. И очень тоже ребята были отзывчивые, помогали с английским, помогали вписаться в культуру, знакомили меня с новыми людьми. То есть опыт, когда я приехала в университет Йорка, был потрясающий из-за людей. Отличные друзья попались, ребята. Слушай, так вот что можно сказать о тебе, так то, что мы встретились. Я помню, что мы с тобой готовились вместе к экзамену. То есть наша дружба тоже вот именно такая, что, ну, вот прям я тоже люблю Йорк из-за тебя, из-за всех моих друзей, которых я там познакомилась. Но теперь как бы мне интересно, а Хершева, ты говоришь, что люди, а настолько ты была, я помню, и занята, да, много что у тебя было всяких отдел, но как тебе нравились преподаватели. Я помню, что ты мне рассказывала, что ты много с ними общалась. То есть как-то ты говоришь, что вот люди, да, то есть тебе нравилось и как преподают тоже, и как относились учителя. Да, это тоже. Учителя, тут более такой, они доверяют нам делать работу. В том плане, что нет такой навязчивости, нет такого, что ты каждую лекцию должен присутствовать, каждый семинар. Ладно, нет, каждый семинар нужно было присутствовать, если три пропуска было, то там уже начиналось. Но все равно три пропуска за семинар был в год, так что все отлично. Вот. Учителя, они очень классные, потому что они не навязчивые, они преподают, и потом это твоя ответственность, к ним подойти и спрашивать вопросы. Ну, потому что представь, ну, ты, Никусь, знаешь, ребята, вы представьте, это большая аудитория, 200 человек. Учителя, лекторы, они не будут сюсюкаться с каждым. Им это даже, в принципе, не надо. Но когда человек подходит с вопросами, которые на самом деле того стоят, ну, знаешь, не такие вопросы, которые, о, можно было бы загуглить и найти ответ, а не такие вопросы, которые показывают, да, ты пытался или пыталась подумать, прийти к решению, ну, что-то не получается. Приходишь к лектору, и лектор начинает объяснять, и долго с тобой достаточно времени проводит, начинает гайд путеводить тебя. Вести, да, вести. Да, да, вести по материалу. Так что, да, отличный метод преподавания, мне кажется. Слушай, а были у тебя какие-то такие ситуации, где тебе преподаватели как-то помогли, может быть, ну, неимоверно? Я просто по-своему сейчас ты мне сказала, и я такая вспомнила соучителя по эконометрики, как я пришла к нему, значит, спрашивать про оценку. Мы с тобой тогда разговаривали, что мне повысили, да, оценку. Для меня это был шок. Вот честно, я помню эту ситуацию. Когда я пришла, я говорю, вы знаете, я как бы, ну, вот не понимаю, почему вы поставили такую оценку. Ну, пожалуйста, как бы объясните, да, что происходит там. И вот когда он мне начал объяснять и меня вести по предмету, и, значит, обговаривать со мной все моменты, объяснять, почему он поставил мне такую оценку. И потом я такая говорю, благодарю вам, это огромное выхожу из кабинета, и мне ставят там, я не знаю, большую оценку. Для меня это было, ну, как бы шок, шок, потому что, ну, я бы никогда не представила, что такое в университете возможно. Были ли у тебя такие ситуации, когда, типа, the teacher went beyond the usual, типа, вот просто, знаешь, тебе помог как-то каким-то образом совершенно, как ты не ожидала. Вот у меня есть один, ну, у меня много достаточно примеров, но есть один прямо глобальный пример, который я до конца жизни буду благодарна этому учителю, лектору, потому что он мне помог, правда, не с обучением, а с магистратурой. То есть я когда закончила, уже заканчивала, ну, третий год начался, я начала подавать на магистратуру. Я подала в Оксфорд, к сожалению, отказали. Подала в ЛСИ, London School of Economics, тоже отказали. И тут я понимаю, ну, что-то не так в моей подаче, что-то не то. И я знала, что этот лектор, он до безумия сильно поможет, он очень отзывчивый, он даже говорил мне лично, я... Попорчись, будильник. Он мне даже сказал, что когда... Если у меня какие-то вопросы, чтобы я вообще не стеснялась, по любым темам, чтобы я не стеснялась, я обращалась к нему. И я вот подхожу к нему с таким вопросом. У меня отказы от университетов, на магистратуру. Я знаю, что я достойный кандидат, я знаю, что у меня есть всё для того, чтобы туда поступить. Почему мне приходят отказы? И он со мной просидел где-то полтора часа, Ника. Он со мной полтора часа смотрел моё CV, смотрел мой personal statement, or motivation letter, I think it was for universities. И он прошёл через каждую маленькую деталь, сказал, что не так, что нужно исправить, и всё. Следующий университет я подала в Imperial, и мне пришёл оффер, и плюс ещё стипендия. Только из-за его помощи, только из-за того, что он помог его так вот со мной. Раз просидел полтора часа, и второй раз тоже уже, когда я взяла его suggestions into consideration, начала их применять. Я такая, можете, пожалуйста, проверить, правильно ли я всё сделала? Он такой, да, всё отлично, можешь подавать. И всё. Получилось стипендию и место в университете. То есть для меня вот эта вот его помощь была то, за что я до конца жизни ему буду благодарна. Слушай, а сколько у тебя вообще было, ну, какая у тебя занятость в неделе была, если сравнивать не только обучение, но и также сообщество, ведь в Англии это мега популярно. Может, расскажешь тоже немножко, а в каком сообществе, может, ты присоединилась, и, в общем, твоё расписание? The day in the University of York. Так можно. Да, хорошо. Ну, по поводу расписания, у нас, получается, было, ну, приблизительно сколько? Три часа лекций в день вроде бы, может, меньше, может, больше. Зависит от дня. Некоторые дни были пустые, в других был один час, в другие дни было где-то четыре часа. Ну, короче, в среднем, можно посчитать, не сильно много лекций было, потому что они рассчитывают, что мы очень много в своё свободное время будем учиться. И у меня было так, что я в свободное время, я лично не училась много. Я в основном очень много училась прямо перед экзаменами. Ну, извини, это правда. Вот я в основном всегда учусь очень много перед экзаменами. Вот у меня начинается такое, ну, я просто забываю про всё остальное, забываю про все мероприятия с друзьями. И просто с утра до ночи учусь, 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 забрю, забрю, забрю. Вот так вот у меня три недели до начала экзаменов. А в течение года, то есть посещала лекции, посещала семинары. Потом первый год был устроен так, что там много было встреч с друзьями. Как вы хотите это расшифровать, так оно и будет. Это же правда. Так оно и будет у вас. Первый год не зачитывается, да? Ну, да. Да, первый год не зачитывается, поэтому было весело. Но помимо веселья, что ещё было, я присоединилась к очень многим сообществам. Как ты, Ника, говоришь, что в Англии сообщество, быть частью сообщества, это сердце университета. Без этого опыта университетский опыт, он, в принципе, и не существует, потому что это только учёба. Ну, лично в моём мнении. Вот эти вот сообщества, они фундамент для потрясающего времени в университете. Я состояла в достаточно многих разных сообществах, но первое, которое я хочу выделить, это я помогала организовывать York Finance Conference. Это конференция, которую мы организовывали ежегодно, где люди с индустрии, с финансовой индустрией, они приходили к нам в университет и толкали речь по поводу того, какой рынок трудоустройства, по поводу current affairs in the industry, то есть какие новшества происходят в индустрии. У нас были networking opportunities, то есть возможность пообщаться с презентерами, как правильно на русском, с людьми, спикерами вживую. Да, спикеры. Вот. И так, спикеры. И вот это было моё самое главное сообщество, я бы хотела сказать, в течение всего университета. По поводу того, помогли ли мне эти сообщества с выбором профессии, нет, не помогли. Единственное, с чем мне эти сообщества помогли, во-первых, с опытом. Нет, во-первых, это с людьми. Я познакомилась с таким большим количеством людей, не только через это сообщество, но и через другие. Было очень много классных ребят, очень много разных разговоров, очень много разных историй, и это было просто потрясающе. Но второе, что мне это сообщество дало, это скиллсет. Скиллсет именно не того, что именно я делала, а transferable skills, то есть скиллы, которые я выучила, и которые могут быть применены на другую сферу. То есть даже если бы сообщество, в котором я была, не было бы связано с финансами, если бы это было, не знаю, cheerleading, или что там еще у них классное есть. Wine and cheese? Wine and cheese society. Да, то есть у них есть спорт, у них есть разные по-разным едам, кузинам. А, кухням разным всяким. Да, вот по-разным кухням у них есть сообщество. У них есть разные сообщества по национальностям, разные сообщества по путешествиям тоже по всей Англии. То есть неважно, в каком сообществе человек состоит, это самое главное опыт, который они берут, организовывая что-то. И вот это можно очень легко применить на профессию. То есть ты хочешь сказать, что это такие нужные навыки, которые потом смотрят ли работодатели в практике или в CV, или просто ты можешь применить? Просто потому что ты им научилась. Есть ли какой-то мини-бонус, когда смотрят в CV? Или как ты думаешь, или это все-таки больше практичность такая, скажем, сразу? Я думаю, что когда дело касается CV, работодатели, они в первую очередь будут смотреть на work experience. То есть не experience в society, а опыт именно работы на другого работодателя. и как человек мог помочь в фирме. Потому что вот когда люди пишут CV, там есть несколько частей. Первое – это work experience, то есть именно… как это перевести, work experience. Ну, в общем, опыт работы. Рабочие. Да, опыт работы. Вот именно. Опыт работы и опыт в университете. То есть что люди делали во время университета. Вот эти вот сообщества я, в принципе… А, leadership experience. Опыт быть лидером. Да. И я вот эти вот все societies, то есть сообщества и опыт, которые я там получила, я их вставила во вторую секцию, не в первую. Первая – это было именно то, над чем я работала и за что получала деньги, понятная делая. То есть дополнительная такая фишечка, которая, в принципе, можно использовать, но, наверное, это баланс между самим transferable skills и тем, что пишешь просто о них. Ну, я, в принципе, поняла, что это как опыт и… Для CV можно не использовать, а для жизни, мне кажется, это обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!